В Наринмар тем временем сегодня прибыл заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов. Прямо с самолета депутат, который уже многие годы курирует Ненецкий округ, направился в региональное отделение Пенсионного фонда России. Визит не был связан с нашумевшей пенсионной реформой. Политик хотел посмотреть, какие условия созданы для граждан в социальном учреждении. В столице региона Ярослав Нилов бывает так часто, что уже и не вспомнить какой-то его по счету рабочий визит. Сегодня депутат Государственной Думы посетил очередное социальное учреждение. Пенсионный фонд выбрал не случайно. Хотел лично посмотреть, как здесь работают с гражданами и все ли услуги предоставляются клиентам. Разговор, впрочем, с сотрудниками отделения начал с резкого высказывания российского политика Бориса Титова. Накануне он предложил ликвидировать пенсионный фонд. Я уже его раскритиковал, потому что это неправильно. При чем есть пенсионный фонд? Пенсионный фонд ни при чем. Виновата система пенсионная, которая существует. Вот ее надо реформировать. Сегодня в местный пенсионный фонд с тем или иным вопросом ежедневно обращаются порядка 60 граждан. Среднее время ждания в очереди 15 минут, заявила руководитель клиентской службы Наталья Заединова. По ее словам, наблюдается положительная динамика. Пенсионеры стали активнее пользоваться электронными сервисами. У нас есть гостевой компьютер. То есть граждане, которые приходят к нам подать заявление о доставке, назначении пенсии. Если при этом они были у нас в рамках заблагодарения работы, они могут гостевому компьютеру пройти и, соответственно, подать заявление в электронном виде. Ярослав Нилов поинтересовался, как часто за получением услуг в отделение приходят работающие пенсионеры. У нас работающих пенсионеров из числа общего пенсионера в 32%. Это работающие, да. И в основном это 94% получателей страховых пенсий по старости. 3% приходится по инвалидности, по случаю потери кормильца и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Следующая тема, что делать гражданину, если пенсионный возраст уже подошел, а стажа не хватает. Сотрудники фонда заверили, подобные случаи единичные в Ненецком округе. На нашей практике, так скажем, было, наверное, всего пару дел. За все это время, да. Но тенденция с годами растет. В этом году, по нашим расчетам, по всей стране до 40 тысяч могут с такой проблемой столкнуться. Поскольку с 2015 года мы уже работаем в новом законе, я думаю, за три года два случая – это не такая большая тенденция. Насколько быстро и качественно здесь предоставляют государственные услуги, заместитель руководителя фракции ЛДПР проверил лично. На то, чтобы подсчитать общий стаж и накопительную часть пенсии депутата, специалисту понадобилось всего несколько минут. Олег Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.